Предположим, нам нужно выделить двумерный динамический массив размера 5 на 4, то есть 5 строчек, каждая из них по 4 элемента. Посмотрим на то, как это будет представляться в памяти. Как мы говорили, указатель M должен ссылаться на массив, содержащий указатели на строки. Так как строк у нас 5, то этот массив будет размера 5, и каждый элемент данного массива это будет указатель на int, который ссылается на начало соответствующей строки. То есть в нулевом элементе будет указатель на нулевую строку, в первом элементе будет указатель на первую строку, в втором на вторую и так далее. Соответственно, тип M в данном случае будет указателем на указатель на int, а значением в этом массиве это будет просто int-звездочка, так как они ссылаются на начало строки типа int. Здесь в ячейках уже будут просто значения типа int. Как реализовать выделение такого массива на c++? Для начала нам нужно создать переменную, которая будет ссылаться на данный массив. Тип этой переменной, указатель на указатель на int. И выделить массив указателей на int. То есть вот эта строчка соответствует выделению вот этого индексного массива, содержащего указатель на строки. После этого нам нужно пробежаться по данному массиву и заполнить каждый из его элементов указателем на соответствующую строчку. То есть кроме того, что мы выделяем вот этот индексный массив с указателями на строки, нам нужно еще в каждый элемент этого массива записать указатель на соответствующую строку. Но так как эти строки тоже должны быть динамические, то нам нужно эти строчки выделить. Получается, что кроме того, чтобы выделить 5 строчек, нам нужно еще выделить дополнительную индексную строку, содержащую указатели на эти строки. Замечу, что никто не обязывает нас в данной реализации выделять строки именно размера 4. Если мы захотим, то можно попытаться выделить массив, который имеет строки разной длины. То есть, например, можно выделить массив, где в первой строке будет один элемент, во второй строке будет два элемента, в третьей строке будет три элемента, ну и так далее. То есть вот такой нижний треугольный массив. Можно как-то по-другому так же повыдирать, но более-менее любой формы. Главное, чтобы это было осмысленно.